привет из истории моей жизни рассказ практически в 1976 году я учился в советской школе в районе купчино санкт-петербурга район был чрезвычайно продвинут музыкально очень много всего проходило через купчино и мы слушали самые прогрессивные самые свежие вещи которые приходили к нам с запада когда получалось я не знаю точнее знаю но почему это в купчино все сосредоточилась трудно сказать это мистика наверно но кроме всего прочего из купчино вышли самые знаменитые группы россии советского союза например автоматические удовлетворители андрея панова например группа аквариум бориса гребенщикова например группа кино виктора робертовича цоя про себя скромно промолчу ну и много кто еще объект насмешек в том числе много много было в купчино хорошего интересного а пластинки мы покупали на толчке на черном рынке точнее назывался толчок на улице червонного казачества у магазина юный техник откуда они там появлялись они появлялись из-за рубежа привозили их матросы которые ходили в плавание на кораблях и была очень популярная такая фраза когда приезжаешь на толчок и люди ходят друг другу говорят скоро корабли придут скоро корабли придут ну кроме кораблей кроме матросов привозили дипломаты привозили те редкие люди редкие пташки которым позволялось выезжать за рубеж но это все к чему я говорю к тому что уже в 1976 году я услышал вот эту замечательную пластинку я был юн мне было 16 лет я был чрезвычайно романтический настроенный молодой человек как и многие мои сверстники мы слушали диперт слушали лед зепплин согласитесь это романтическая музыка вполне black sabbath не менее романтическая не менее таинственная готическая и и так далее так далее джидас прист мелькал у нас ну и конечно арт-рок вот эта красота в силу того что мы были такие романтические как я уже говорил настроены мы очень любили музыку всяческую красивую в десятом классе когда я учился я всем говорил что самые мои любимые музыканты это группа queen и рик вейкман и больше ничего мне не нужно но ровно через год я уже стал слушать секс пистол стрэнглерс потти смит и совершенно изменил радикально свое мировоззрение но что касается джаз роков южем и прочего прочего это все само собой тоже проходил но об этом альбоме пластинка на мой взгляд вот на мой вкус это самое лучшее из того что записал век в 70-е годы конечно многие скажут и про 6 жен и про короля артура и так далее да это очень хорошие записи изумительные да но мне просто ближе вот эта штука я могу раскритиковать и короля артура и 6 жен но кто я такой чтобы критиковать музыку рика вейкмана которого святослав рихтер слушал на концерте в полном восторге говорят что однажды святослава рихтера пригласили на концерт вейкмана он не знал кто это такой пришел сел в зал и потом рассказывал что на сумму вышел какой-то парень волосатый в потертых джинсах похоже на рабочего сцены сел за рояль и все изменилось сразу звучала божественная музыка и рихтер был потрясен качеством игры рика вейкмана я говорю именно качеством потому что отдельно рассматривать технику и эмоциональную составляющую это неправильно музыка качественная то есть техника подразумевается само собой но осмысление понимание этой музыки это все у вейкмана настолько было высоко высоко высокого класса что рихтер авторитет беспрекословный был потрясен ну так вот 76 год не первый далеко альбом рика вейкмана уже как я говорил были король артуры шесть жен и еще одна пластинка и путешествие к центру земли который мне совсем чуть не нравится я не знаю ну наверное нужно в живую его все-таки слушать больше шесть жен очень хорошие да вот это все синтезаторные штучки но вот этот альбом он наиболее какой-то внятный как мне кажется во первых тут много поют я в короля артуре тоже много поют но здесь как-то он более какой-то по-хорошему роковый и по-хорошему артроковый не просто роковый а именно такой исключительный арт-рок очень красивый ну конечно обложка заслуживает внимание вот здесь такая штучка кусочек фольги если вы обратите внимание те кто не видел никогда пластинку такая фотография размытая фольгу надо скрутить вот так вот в рулончик приставить ее вот сюда и на этой фольге видна фотография рика вейкмана уже не искаженная а уже абсолютно такая отформатированная надо же какое чудесное изобретение хочется сказать потрудились дизайнеры придумывая этот кусочек фольги что касается самого альбома один мой приятель рассказал достаточно смешную историю про запись этой пластинке рик вейкман уже уволился из группы с к тому времени после грандиозного альбома tells фотографий ковшинс ушел стал заниматься сольным творчеством ян андерсон тоже занималась параллельно сольным творчеством но у вейкмана возникли какие-то финансовые проблемы в процессе работы над новый фли коннекшен потому что тут ну тут много всего тут сложная работа много музыкантов требуется студия требуется много оборудования все это нужно оплачивать как возникли финансовые проблемы и вейкман пошел к своему старому приятелю коллеги андерсону а андерсон в этот момент был очарован вангелесом и вот андерсон и вангелес в белых одеждах творили неземную музыку вангелеса вот эту синтезаторно-небесную заоблачную и андерсон своим ангельским голосом вместе с вангелесом значит все это дело ваял тут пришел вейкман говорит дай денег слушай нужно пластиночку записать но андерсон в белых одеждах вместе с вангелесом не мешай друг не мешай сейчас мы запишем то что мы создаем а потом поговорим вейкман плюнул и ушел но они не поссорились я думаю что это байка в каждой байке есть доля правды альбом получился изумительный как я уже говорил в меру артроковый в меру роковый достаточно лаконичный почему-то как мне кажется и при этом настолько насыщенной музыкой настолько тут много всего наиграл вейкман который вообще поиграть мастак любитель большой любит это дело где он только не играл прекрасная пластинка дэвида бауи ханки дори половину музыки который сыграл рик вейкман фортепьяно изумительно совершенно и вейкман говорит постоянно когда заходит речь об этом альбоме гори что дэвид бауи это фантастический композитор а песня life on mars это одна из лучших вообще вещей в рок-музыке то же самое кстати говорит и майк портной с группы dream set так что обратите внимание на дэвида бауи на пластинку ханки дори песню life on марс который все наверняка слышали не один десяток раз начинается пластинка с такого синтезаторного чуда так использует мук синтезатор рик вейкман там кроме мука кстати намешано еще достаточно много чего я не разобрал там разобраться трудно потому что вот этот аккорд который выстраивается на протяжении 30 секунд выстраивается огромный гигантский симфонический аккорд набираемый отдельными нотами на муге и еще на каких-то синтезаторах и многие критики говорят что когда рассматривают этот альбом говорят что первые 30 секунд настолько хороши что в принципе дальше можно уже и не обсуждать уже все здорово те кто не слышал никогда послушайте новый fly connection первые 30 секунд этого альбома они сразу продают эту пластинку напрочь сразу хочется ее купить поставить на полку но дальше все тоже хорошо дальше собственно говорят три песни всего каждый из них из нескольких частей состоит точнее первое состоит из нескольких частей а остальные две на второй стороне настолько насыщены музыкально что-то кажется тоже они из разных частей состоит поет эшли холд известны нам по группе вархолз который играла тяжелый рок но здесь эшли холд поет своим замечательным роковым голосом очень здорово все первое произведение как я уже говорил начинается с этого грандиозного выстроенного аккорда потом идет первая часть в стиле фанк можно сказать но не пугайтесь ничего черного там нет вообще это белый фанк в стиле арт-рок сыгранный с изумительной бас-гитары с чудесной мелодии вокальный которую поет холд очень по роковому очень так с дикой подачей и конечно мелодически замечательно вот эти штучки вот так все остальное и будет там очень здорово после этой динамичной штуки начинается вторая часть the maker лирическая с разливным таким заливным разливным фортепиано очень красиво как умеет вейкман the spaceman the realization the raper рипа не рипа мнение не этот самый не не кровавый убийца другое совсем общем монументальная вот это такая штука которая захватывает и вторую сторону альбома она все время меняется все время меняются стиле из тяжелого фанка белого уходит в небалладную такую сюитную the maker как я уже говорил а дальше начинается просто чистый такой вот арт-рок в законе но очень не замороченный очень понятно очень доходчиво его бейкман он в этом смысле как моцарт практически он играет очень понятную очень красивую музыку и очень очень технически сложную но очень понятную доходчивую красивую призна на второй стороне это уже чистый просто рок такой ну рок в понимании вейкмана да в понимании арт-роковым очень интересно и очень драматичная вещь очень напряженная юша and say the jews да 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 очень так нагнетает нагнетает ужас какой-то страшный нечеловеческий повесить его гада повесить убить и все и до вас сокол все что возможно сыграть на синтезаторах все синтезаторы которые были под рукой все использованы невероятные звуки какие-то какие-то придыхания пошаркивания такие клавишные естественно сейчас это многие делают сейчас аппаратура позволяет все это использовать ну на чем играет вейкман пайпарган хаммонд c3 стэнвэй найн гранд пиано р м а электрик пиано хонор клавинет мукс харпсикорд электрик пиано уже говорил да булдвиш электрик харпсикорд апрайт хонки-тонг пиано фендер родос 88 электрик пиано мелотронс гудвин арган with system rotary кабинет system effect педаль эшли холд вокал роджер неуэлл бас-гитара бас-педал сэнд вокал джон даунс тервайл акустическая электрическая гитара мандолина тони фернандес фернандес ударные и перкуссия мартин фернандес духовые которых очень много не буду перечислять рэк-брукс тромбон бас-тромбон и вокал ну и хоры всяческие здесь используется все песни написал рик вейкман и слова и музыку и песни эти о том как пришелец приходит на нашу землю и старается на путь истинный человечество направить спасти мир в двух словах можно так сказать но эта музыка из тех что спасает мир потому что когда вы ее слушаете вы делаете с чуточку лучше она настолько красиво настолько динамично настолько жива настолько человечна настолько легка для понимания для восприятия при всей и сложности при всей при всем обилии синтезаторов в разных других инструментов при сложных вокальных партиях которые опять-таки легко очень читаются и запоминаются легко и можно ходить и насвистывать потом эти мелодии все это вам не не что-то там такое замороченное в общем классика прекрасная на мой взгляд у вейкмана лучше если говорить о 70-х годах и что еще когда это пластинка была записана друзья из группы с послушали ее и пригласили вейкмана обратно состав группы с официально уже на работу не просто сессионщиком каким-нибудь а просто на работу тем более что патрик марас ушел записав альбом relayer группе с ушел в великолепную группу дэму ди блюз вакантное место было клавишника и вейкман присоединился опять группе из которой записал еще много много чудесных пластинок о которых мы поговорим потом после того как я пойду и выпью что-нибудь окей